Дорогие друзья, все вы знаете, как тяжело бывает порой проснуться, насколько скованная с утра поясница, шея, насколько бывает немеют кончики пальцев рук, ломят суставы и вообще такое чувство, что за ночь ты постарел лет на 25. Есть такая поговорка о том, что если ты проснулся утром и у тебя ничего не болит, значит ты умер. Но да, те из вас, кто тренируется, знают, что если ты тренируешься и ничего не болит, значит ты садаптировался к нагрузке и у тебя ничего не растет, касается силовых тренировок. Но это вовсе не означает, что нельзя добиться другого результата, что нельзя просыпаться с легким телом и нельзя быстро переходить в такое привычное состояние. Я хочу вас познакомить с одной из гимнастик, которая поможет вам быстро за 5-10 минут привести себя в норму после ночного сна и приступить к своим дневным делам, заряженным полным сил и на подъеме на все 300%. Итак, первое движение мы как будто начинаем грести на воображаемых влездах, стараясь кидать тело все дальше и дальше и откидывать назад все больше, чтобы включался пресс. Мы укрепляем пресс и мы растягиваем поясничку. Вперед мы идем с выдохом, назад идем со вдохом. Носки тянем на себя. Цель этих упражнений прогреть спину, прогреть суставы, запустить сердце, запустить легкие в работу, преодолеть ночную скованность, убрать последствия нагрузки. Второе движение я как будто начинаю вот такой воображаемый жернов вращать. То же самое я стараюсь это делать как можно амплитуднее, запуская в работу и пресс, и спину, и плечевой пояс. Задача максимально размяться, максимально подготовиться к активности. Это очень приятные упражнения. Они не сложные, они не вызывают никакой боли, в общем-то каждый человек может их делать. Хорошо. Дальше я начинаю ползти по воображаемому канату, удерживая ноги в уголке. На самом деле мало кто может это делать в живом режиме, на настоящем канате, а на воображаемом получится у каждого. То есть я с усилием начинаю опускать руки вниз. Задача включить мышцы спины в работу. Задача разогреть плечевые суставы и через них грудной отдел позвоночника, через рычаг рук. Руки опускаются с усилием, преодолевая сопротивление собственного тела. Хорошо. Я рекомендую каждое из упражнений повторять от одной до трех дюжин раз, для того, чтобы добиться наиболее качественного прогрева. Дальше я беру в руки воображаемый топор или меч и начинаю рубить воображаемого врага или дрова, что больше нравится. Ноги надо растопырить, развести коленями побольше в сторону, для того, чтобы мы грели тазобедренные суставы и поясницу. Я стараюсь делать как можно более амплитудные движения. Скрутка. Я скручиваюсь в одну сторону, приводя колено к ноге и скручиваюсь в другую. Вторая рука как бы толкает мое колено на мою грудную клетку. Это было следующее движение. Дальше я берусь руками за собственные стопы. У меня будет задача с выдохом поднимать таз вверх, голову опускать вниз руками, помогать себе согнуться как можно капитальней. Дальше я беру вас lên бомbs. Дальше я беру спire силовы и заб��를 übelного другого. ranch 부부 . Дальше я беру. Дальше мы берем меня с дворами. Используйте тогда эфира. Дальше я беру на противочка. хорошо дальше мне надо запустить уже прогретый позвоночник в волну запустить волновые движения позвоночником то есть вот подобно такому только более амплитудная я беру и начинаю использовать свои ноги подобно рукоятке кнута свою спину подобно самому кнуту или плети с выдохом пытаясь запустить волну в спине это очень полезное движение оно безопасно даже для людей с проблемами в пояснице если его делать долго не 12 36 раз а минуты десятки минут то она позволяет поправить человеку многие проблемы в тазобедренных коленных суставах позвоночники она является составной частью многих энергетических гимнастик как восточного так западного происхождения даже в индейской в индейской внутренней работе в индейской традиции тоже используется такое движение вот такая вот несложная гимнастика она занимает 35 на максимум 10 минут день позволяет быстро перейти в рабочее состояние как сейчас самочувствие она вот используйте и пусть она приносит вам радость